Самая большая проблема холки как психосоматического заболевания заключается в том, что она связана с паттерном страха, который не осознается. Холка сама по себе приводит ко многим очень неприятным последствиям. К головным болям, отекам, снижении эстетической привлекательности. И сейчас я покажу вам одно упражнение. Холка или вдове горбик выглядит довольно неприглядно, является отчетливой медицинской проблемой, которая причиняет массу неудобств боли и ограничений нашему телу. И при этом мало кто знает, что эта штука отчетливо является следствием психосоматических проблем. Ну а я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн школы векторного массажа и соматити. И сегодня мы говорим на нашем канале про психосоматические причины возникновения холки. Штука в том, что мало кто понимает, что такое эмоции. Эмоции это способ нашего организма реагировать на какие-то условия среды. Например, если нас кто-то злит, то существует высокая вероятность того, что мы вступим в стычку. Поэтому надо накачивать кровь к мышцам и убирать кровь из внутренних органов. То же самое, если существует угроза, то необходимо иметь определенный уровень биохимии и определенные концентрации веществ, а также иметь определенную позу, чтобы быть наиболее подготовленным к тому, что кто-то на нас нападет. Так, например, если мы говорим про позу страха, то эта поза связана с тем, что мы максимально стараемся укоротить нашу шею, при этом сохранить контакт с окружающей средой через глаза, и при этом неплохо было бы поднять плечи вот таким вот образом, чтобы максимально прикрыть шею. И вот мы имеем прекрасную позу для того, чтобы сформировать себе холку. Ровно эта поза и формирует нам холку. Самая большая проблема холки как психосоматического заболевания заключается в том, что она связана с паттерном страха, который не осознается. Он либо сформирован в раннем детстве, когда мы себя не помним, и закрепляется на всю жизнь, либо он передан нам родителями через позу. Мы просто копируем, как маленькие дети, позу, в которых находятся наши родители. Либо передается биохимически через маму, через бабушку. Короче, мы живем в неком стереотипном способе реагировать на окружающую реальность, и не осознаем этого способа, как рыба не осознает, что она плавает в воде. Это особенно скверно, потому что холка сама по себе приводит ко многим очень неприятным последствиям. Во-первых, когда мы зажимаем мышцы, разводя назад лопатки, это приводит к тому, что у нас специфическим образом пережимается здесь циркуляция крови, лимфы, и пережимаются нервные узлы, которые идут к рукам. Кроме того, вынесение головы вперед формирует у нас двойной подбородок и кольца Венеры. Вдобавок, когда у нас непрерывно запротинута голова, у нас нарушается мозговое кровообращение. А здесь вот из-за того, что на седьмой шейный позвонок приходит избыточная, непредназначенная для этого региона нагрузка, начинается формироваться фиброзное нарушение, и здесь происходит застой жидкости и разрастание жировой ткани. Ладно бы, что все это поломалось, так это приводит к головным болям, отекам, снижение эстетической привлекательности и к, самое неприятное, к повторяющемуся чувству бессознательного страха, который нам хочется, например, заесть, запить, закурить или вообще посмотреть сериальчик, чтобы понять, что у меня все не так уж страшно. Как правило, с Холкой работают следующим образом. Говорят, вот у вас есть тут напряженные мышцы, вот у вас там есть фиброз, вот у вас есть там отек, давайте мы вам расслабим мышцы, давайте мы у вас уберем разрывы, микроразрывы в мышцах шеи, давайте мы вам растянем те мышцы, которые укорочены, давайте мы вам разгоним лимфу. И к чему это приводит? Даже если массажист работает хорошо, таких, к сожалению, не очень много, Холка уходит, она через некоторое вернется снова, потому что внутреннее ощущение организма, что жизнь опасная штука, и надо держать голову в плечах, оно никуда не девается, и тело возвращается в ту же самую позу. С другой стороны, люди идут к психологам и начинают прорабатывать паттерн страха. Они каким-то образом погружаются в травмирующий опыт, они дышат созидательным образом, и вроде бы как проработали. Но штука в том, что тело продолжает их фиксировать в этой позе, в этой позе испуга эндокринная система, воспринимая позу, будет возвращать нас в ту же самую эмоцию. И сейчас я покажу вам одно упражнение, которое позволит вам проработать и биомеханические проблемы с Холкой, и почувствовать психосоматические проблемы. Скажу по секрету, что паттерн страха для меня знакомая вещь, и я это упражнение придумал для себя, для того, чтобы снимать острые состояния. При этом признаюсь со всей откровенностью, что одно упражнение дает нам лишь временное облегчение, чтобы получить долгосрочный результат, который закрепляется. Я рекомендую вам заниматься систематически. Итак, упражнение будет заключаться в том, что мы последуем за нашим природным естественным движением. Вот Холка у нас возникает за счет того, что мы поднимаем плечи, отводим их назад и выносим голову вверх. Сделайте это движение максимально дипертрофированным, и по возможности закройте глаза и зажмуйтесь, как будто бы вы испуганы, и вокруг вас творится что-то страшное. Сделайте выдох и замрите в этом положении. Находитесь в нем до тех пор, пока вам хочется. И потом, это всегда производит на меня огромное впечатление, вдруг в какой-то момент отпускает. Это означает, что вы позволили своей эндокринной системе, которая вырабатывает гормоны, которые формируют чувство страха, мышцам, которые давно хотели сжаться, наконец отработать свою роль, и они счастливые, довольные, сделали свое дело и могут уходить. Расслабление тотальное, психоэмоциональное состояние изменилось, это работает. Я очень надеюсь, что вы попробуете эту практику. Я рассчитываю, что вы напишите о ее результатах в комментариях. А еще больше я рассчитываю на то, что вам нравится идеология нашего канала, заботы о себе, любви к себе, освобождение от страха, деятельное изменение своей жизни. С вами был Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити, и нашего одноименного канала, где мы формируем сообщество людей, стремящихся к здоровью и счастью. До новых встреч, друзья. До свидания.